Привет-привет, любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике с вами в очередной раз обсудим тему «Что делать в случае, если вам вручают повестку?». Я думаю, этот вопрос очень важный является, потому что я в моих видео это постоянно рассказываю, эту тему с разных сторон, под разным ракурсом поднимаю, но надо все равно это продолжать объяснять, потому что тема эта интересная, и в любом случае советую этот видеоролик сохранить себя в избранном, потому что здесь будут четкие советы, четкие материалы, на что ссылаться в случае общения с сотрудниками центра комплектования. Также, дорогие друзья, я хочу заметить, что Владимир и я, конечно, рекомендуем вам подписаться на мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале выходят все мои видеоролики, также много другой полезной информации. Ссылочка на телеграм, друзья, в описании. Переходите, подписывайтесь, будем оставаться с вами на связи, несмотря на эту жару. Ну что, давайте разбираться и смоделируем ситуацию. Вы находитесь на улице, и к вам подходят люди в военной форме. Это люди, они говорят, мы из центра комплектования и социальной поддержки. Очень интересное, кстати, название. Отзовитесь в комментариях те люди, которым они оказали социальную поддержку. Усим раджу ознайомиться с постановой 1456 про затверджение порядку переверки документов в осип, огляд речей, транспортных засобей, багажу та вантажу службовых примещений и житла громадян подчас забезпечения захода правового режима военного стану. И, соответственно, первый вопрос, который вы им должны задать, ваши документы, не они у вас должны спросить, а вы у них должны спросить, какие же документы они должны предоставить для ознакомления. Пункт 5. Право на проведение переверки документов в осип, огляд речей, транспортных засобей, багажу та вантажу службовых примещений и житла громадян надано відповідным уповноваженным особам. Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Держпрокадронслужбы, ДМС, Держмитслужбы та Збройных сил. И ось наиголовнейший момент, який визначен в наказе коменданта. То есть первый документ, который они должны вам предоставить, это приказ коменданта. Понятно, что сотрудники Центра Комплектовая являются сотрудниками Вооруженных сил Украины и, соответственно, они должны вам дать приказ, где четко вписана их фамилия черным по белому, и вы сможете ее сверить. Сверить с чем вы сможете? Естественно, с их военным билетом, либо паспортом. То есть вы должны удостовериться в том, что эти люди, они являются сотрудниками, которые имеют право проверять документы. Но это, друзья, только лишь их документы. Должны быть и, кроме того, основания, чтобы они могли проверять документы. Пункт 7. Уповноваженная особа, мая право, вымогатый в особую предъявленную документе, в счет посвященную особу и подтвердить громадянство Украины, чей специальный статус особа у таких выпадков. И дальше там идет перечисление, связанное с различными видами нарушений и подозрения на то, что человек является преступником. То есть, фактически, хочу подчеркнуть, что не имеют права сотрудники центра комплектования, даже и сотрудники полиции, просто так подойти к человеку и сказать, предоставьте документы. Сейчас военное положение. Предоставьте документы. Мы хотим сверить ваш там военный билет, либо еще что-то. Такого основания у нас не существует. Это 100%. Единственное, где они действительно могут требовать документы, это те же блокпосты. Когда проезжаешь, соответственно, через блокпост, то у них есть основания, и там это в перечне указано, что потребовать документы, потому что ты проезжаешь через тот самый блокпост. Это единственное, ну, когда фактически безосновательно они могут требовать. Поэтому, друзья, ознакомьтесь в любом случае с этим постановлением и для себя обязательно его перечитайте, чтобы вы понимали суть происходящего. Ну, к примеру, вы же скажете, зачастую они работают вместе с сотрудниками полиции и они работают зачастую, там, вызывают, говорят, сотрудников полиции, мне такое расскажут, завали. Сотрудники полиции, естественно, начинают играть с ними в одну игру, работать с ними против вас. Тут я хочу заметить, что все то, что я перечислил, распространяется и на сотрудников полиции. Но в тот же момент у сотрудников полиции есть закон национальной полиции, где написано, что они имеют право проверять документы. А именно статья 32 недавно об этом говорил. Не хочу на этом зацикливаться и повторяться. Там те же основания, что и в указанном постановлении Кабинета Министа. То есть те же сотрудники полиции, они тоже не имеют права подойти и просто сказать, эй ты, человек, предоставь нам документы. То есть права они на это не имеют. Конечно, вы скажете, ну это все там хорошо, что ты рассказываешь, а если так получилось, что я показал сотрудникам полиции. Вот тут вот то, что говорят все адвокаты на ютубе, я еще раз эту мысль повторю, вы им скажите, что я вам документы показываю, чтобы вы меня не задерживали. Но я запрещаю вам передавать мои документы, мои точнее данные персональные сотрудникам центра комплектования. Я вас предупреждаю, что за это есть уголовная ответственность. И поверьте, многие сотрудники полиции не будут это делать. Потому что на самом деле, при том, что у них там все заточено на одно, но, как я думаю, любой человек понимает, они не настроены прям так сильно помогать тем же сотрудникам центра комплектования. Еще один очень важный нюанс по самой повестке. Если сотрудники центра комплектования хотят вам выписать повестку и вручить, для этого у них должен быть еще второй документ, приказ от их непосредственного начальника. Где написано, что опять же, такие-то фамилии имеют право, они должны вам показать документ, что они есть в этом списке, выписывать повестки людям и вручать их. Не просто так, что они ходят, непонятно чем занимаются. Потому что были недавно какие-то случаи, когда некие ряженые лица купили в военторге форму сотрудников Минобороны. Ходили по улицам, выписывали повестки и говорили, хочешь откупиться, давай тысячу гривен, давай там еще какие-то денежные средства. То есть, на самом деле могут быть ряженые, кто хочет. Хотя на самом деле есть ответственность, что ты носишь эту форму. Но, как говорится, бандитов и мошенников, что и когда у нас в нашей стране останавливают. Поэтому тут на самом деле надо быть в курсе и на чеку вот этой вот ситуации, которая происходит у нас в нашей стране на сегодняшний день. Отдельно, друзья, хочу поговорить про тот случай, если сотрудники полиции, сотрудники центра комплектования, либо они вместе так получилось, решили прийти к вам домой, чтобы вручить повестку. Статья 30 Конституции. Кожному гарантуется, но доторгание житла. Не допускается проникновение до житла, чьей-иншого владения особой, проведение в них огляду, чьей обшивку. Инакше я за вмотовым решением суда. Я думаю, вы поняли, что зайти к вам в вашу квартиру, в ваш дом имеют право только в одном случае, если у них есть решение суда. Надо понимать, что это не уголовное дело, эта ситуация связана с оповещением граждан, с вручением повесток, с уточнением каких-то данных. Для этого решение суда, чтобы зайти вам домой, никто никогда им не даст. И, естественно, они даже обращаться за ним не будут. Поэтому тут действует один принцип, принцип вашей доброй воли. Хотите открыть им дверь, взять повестку, берите. Не хотите, имейте право полное закрыться и не пускать, не открывать, на вопросы не отвечать. Это ваше право, согласно статье той же 63 Конституции Украины, которая дает право не давать никакие показания, ничего не рассказывать. В общем, ссылайтесь на эту статью. Поэтому, друзья, если хотите, можете их пускать, можете даже чаем их напоить, можете с конфетами, с печеньями, это тоже ваше право. Не хочу говорить, что прям там так оно все однозначно. Но тот же момент, если вы не хотите, это тоже ваше право. И никто никогда, ни при каких обстоятельствах не имеет права зайти к вам в вашу квартиру, либо дом без соответствующего решения суда. Вот на этом, друзья, я хочу на голосы. Поэтому еще раз советую, сохраняйте данный видеоролик в себе в избранном случае какой-то критической ситуации. Открываете телефон, смотрите, у вас готовая бесплатная консультация моя в виде этого видеоролика. Что делать, на что ссылаться, все с ссылками, все с материалами, все с ссылками на Конституцию, на постановление. Адвокат с достаточно большим опытом работы, то есть я. И, конечно же, мой помощник, который тоже имеет уже достаточно большой опыт, он уже столько здесь всего наслушался. Советуем вам так сделать. На этом, друзья, естественно, прощаюсь с вами. Желаю всего самого наилучшего. Желаю Украине, нашей стране, естественно, победы. Желаю, чтобы скорее эта война закончилась. Конечно же, мира и добра.